Давайте будем оптимистами и верить, что карантин скоро закончится. А пока мы сидим дома. Вот и я сижу, и вы сидите. Но когда нам изрядно надоест разбирать старые фотографии, готовить рагу в стриме, участвовать в онлайн-челленджах, наступит время для прекрасного. В прошлый раз я рассказывал, какие мировые музеи выложили свои онлайн-проекты. Там было все, от насовских лекций до виртуальной экскурсии по Эрмитажу. Но было бы совершенно нечестно обойти вниманием наш Латвийский национальный художественный музей. А он, между прочим, очень креативный, трендовый и современный. Музей действительно для посетителей закрыт, но работники работают в штатном режиме для того, чтобы создавать онлайн-проекты. Собственно, для нас. Так, у Латвийского национального художественного музея очень стильный аккаунт в Инстаграм, у которого, кстати, приличное количество подписчиков. Сейчас туда регулярно выкладываются публикации, где искусствоведы рассказывают или о конкретных полотнах, отдельных художниках и целых арт-проектах. Правда, весь контент только на Латвийском, но это вряд ли кого-то остановит. Можно, например, узнать, что художник Юлий Федер предпочитает практический фотореализм или изучить фрагменты полотен выставки «Семья Эрика опаляйся», чтобы самостоятельно обнаружить заложенную автором не только самоиронию, но и столь актуальную сейчас дистанцию. Правда, у него она называется «Критическая дистанция». Разумеется, Джемма Скулмы. И здесь есть рассказы о ее творчестве, описание работ, небольшие фрагменты выставки. Я лично с большим удовольствием поизучала снимки постоянной экспозиции, обычно прибегая в музей, чтобы снять открытие новой выставки, а вот постоянно остается несколько в тени. Только странно, что на официальной странице музея об инстаграме, где у него сейчас и кипит вся жизнь, ни слова. Ну вот мы рассказали, теперь вы будете знать. Не хочется искусства? Тогда музыка. Метрополитенопера предлагает бесплатные трансляции в HD качестве, между прочим, почти каждый день вплоть до 5 апреля. Причем, если вы не успели на трансляцию, она еще доступна в течение суток. Авианская опера тоже не отстает и предлагает трансляцию в своих архивах. С аналогичным проектом поддерживает нас и Мариинский театр в Санкт-Петербурге. И еще что порадовало, по тегам together at home, ютуб и инстаграм теперь заполнен небольшими сольными концертами настоящих звезд. Там можно найти всех от One Republic до Робби Уильямса. Причем, эти звезды дают свои концерты и в стриме, так что следите, получайте удовольствие. И не пропускаем образование. Ресурс Storytel выложил в свободный доступ огромное количество аудиокниг, которые можно слушать совершенно бесплатно и довольно долго. А еще, например, можно посетить океанариум Монтрей Бейб и посмотреть в стриме, как кормят рыб. А коралловый риф, это же прелесть что такое, похоже на приятную заставку на мониторе. У нас нет возможности нырнуть коралловым рифом или сходить с любимым человеком в оперу или отправиться с друзьями на кинопремьеру, но у нас есть все ресурсы для того, чтобы не сойти с ума, не одичать и не озвереть во время локдауна. Давайте этот шанс не упустим. Всем терпения и здоровья!